итак добрый день дорогие друзья с вами дмитрий черепащук рассмотрим интересные идеи по рынку на предпраздничную неделю до апреля скоро у нас пасха будут длинные выходные но пока работаем в штатном режиме так поехали первым инструментом я бы рассмотрел золото до обращу ваше внимание на дневной график хорошую тенденцию набрали идем восходящее движение сейчас уперлись да вот в некий хай предыдущих дней до сделали ложный пробой пока стоим тенденция очень хорошая при пробитии 1791 да там с половинкой в районе я бы смотрел на продолжение ланга пока все хорошо смотрится в случае если пойдет снижение да на эти выходные на следующую неделю я бы смотрел отбой от уровня да вот в районе 1760 пока смотрится все хорошо прилично выросли поэтому если мы обратим внимание сейчас на более мелкий таймфрейм да на часовой очень сильно выросли до порядка уже 100 долларов наверх без особых откатов то есть с красивыми откатами по тренду сейчас опять же происходит какого-то рода откат и консолидация от этих уровней я бы просматривал все равно открытие ланговых позиций но не спешил бы с переносом их через выходные поэтому будьте осторожны золото в тренде смотреть еще раз повторюсь выше 1791 с половинкой вот или если взять по часовику то еще более безопасная да и уже более понятная точка будет это при пробитии 1797 вот это что касается золота если мы возьмем с вами серебро да которая колери коррелирует прошу прощения с золотом здесь ситуация более-менее но тем не менее инструмент все-таки слабее если мы посмотрим на золото намного быстрее ходит больше объем больше отар сейчас проверим с вами так ли это чтобы никого не обмануть да видите снижается отар если у нас по золоту а он снижается но и хотя бы 17 долларов доходит инструмент то есть стандартный стоп можно поставить там полтора доллара и забрать свои там порядка 5 6 долларов без проблем то по серебру проблематично поставить стоп там в 5 центов пытаться высидеть каких-то 15 20 центов тяжело с такими распилами вот если вы посмотрите на пяти минутки да хорошо стояли но увидите хвосты из-за того что вот не рекомендую серебро давайте лучше посмотрим сами нефть нефть хорошо смотрится в рамках восходящего тренда до который у нас длится еще с если взять этот фьючерс с ноября двадцатого года да вот естественно что были просадки были вот такие коммуляционные модели да где мы стоим но тем не менее вышли из этой консолидации до из этого канала вышли выше хорошо сейчас протестировали нижнюю границу да про их прошлого канала если мы возьмем вот канал у нас был четко 64 97 ну и в районе там 60 43 40 вышли выше хорошая свеча красивая с импульсом все замечательно постояли сейчас прошли ниже не смогли зайти обратно в канал да не пустили нас идем выше это хороший признак на то что нефть продолжит свое восходящее движение сейчас посмотрим на более мелком таймфрейме видите какая красота одержали 6502 да кто-то скажет новости да вчера касательно войск дал у востока украины но тем не менее на графике мы видим также картина была предсказуема да не пробиваем канал значит пойдем еще выше то есть это мы расцениваем как ретест уровня на поэтому смотрим нефть на лонг единственное что не могу вам коллеги посоветовать четкой цены да по которой бы можно было входить потому что сам инструмент да из-за напряжения из-за новостного фона подвержен многим таким неприятным и ненаправленным фоном вот он каждый раз все равно ведет себя не очень адекватно видите уровне распиливаться вот вы если посмотрите да вы скажете ну ты уровне проводишь конечно интересно здесь у тебя распил здесь распил как ты торгуешь вот так и торгуем то есть нам приходится приспосабливаться к рынку поэтому четкой цены сказать по какой никто не может да а именно на нашем обзоре я тем более не могу сказать потому что инструмент ходит рвана до направление лонг но если взять более практично да лучше смотреть уже выше вот этих консолидаций вот чтобы это было район 6650 то есть пока посмотрите да на следующей неделе если мы пробьем 6650 это уже более хорошая зона для покупок то есть вы главное знаете направление а точку входа вы уже найдете ближе к тому времени когда инструмент все-таки покажет явно свой тренд явно свое укрепление и свою силу поэтому нефть рассматриваем где-то в районе 6650 я думаю это будет хорошая точка после закрепления на лонговую позицию если кто торгует еще евро рубль по евро рубль хорошая ситуация сложилась единственное что все красиво на дневном графике да я сейчас увеличу чтобы вы видели вот у нас теперь очертили канал на прошлой неделе мы с вами разговаривали да что после такого хвоста обычно идет слив но что мы видим нас естественно протестировали да по по этому уровню естественно выбросили нас по стопам да кто ставил коротенькие да потому что кто-то уже взял после этого хвостика прибыль и поставил стоп без убыток и не стал ставить за это естественно крупный игрок чтобы набрать более позицию подошел к этому уровню сделал ложный пробой на следующий день закрылись и увидите да кто-то скажет новости кто-то скажет тех анализ но тем не менее ложный пробой был от него пошло движение сейчас мы пробили нижнюю границу этого канала да вы видите 91 450 и скорее всего инструмент продолжит свое движение вниз так как мы еще раз подтвердили что вверх мы пока не готовы идти поэтому смотрим евро рубль на снижение я бы сегодня скорее всего как идею рассмотрел бы лонг вот ниже хая прошлого дня единственное что по моим заметкам да это не тех анализ это сугубо мое наблюдение то которое я веду долгое время евро рубль немного коварный инструмент поэтому я бы подождал все таки вот выброса когда все таки всех а засада извините за такое слово но тем не менее да наберут позицию крупные игроки засадят мелких спекулянтов и потом пойдем как это будет выглядеть скорее всего инструмент сперва даст свечу или какую-то нескольку до базу свечей за уровень постоим-постоим якобы на набирайте лонг все замечательно от объема пойдем выше но ребят я бы не спешил я бы дождался когда мы спустимся обратно после этого ложного пробоя под эту цену а именно 91 200 и тогда бы открывал шартовые позиции потому что во первых много прошли все красиво рисует обычно когда очень красиво рисует обычно засаживают да и идут потом вашу сторону поэтому я бы подождал как вот развитие событий или взял бы 50 процентов от позиции чтоб если что не так больно вы в любом случае заработаете но зато с минимальными рисками не будете переживать то есть моя рекомендация посмотреть евро рубль ниже зоны 91 200 что касается евро доллар по евро доллара очень интересная ситуация сформировалась вчера набрали хороший тренд все замечательно идем выше но тем не менее есть одна особенность которая заметил ну ее невозможно было на не заметить всем она бросилась глаза это 1 20 61 мы стоим в каком-то канале да я себе узкий такой канал сделал вот именно из этих последних дней я не брал дальнюю историю хотя если мы посмотрим посмотрим на хвостик этого бара он был 1 20 11 и теперь просто посмотрим на хай этого 1 20 11 то есть копейка в копейку у нас ударили до кто перфекционист кому нравятся такие уровни как я являюсь до таким человеком идеально красивый уровень поэтому от него я и буду отталкиваться посмотрим куда будет выход но примечательно то что объем вышел вчера просто колоссальный то есть кто-то сдержал наш поход наверх что теперь если мы сегодня закрепляемся выше это означает что на следующей неделе скорее всего мы пойдем еще выше да то есть тренд красивый направленный четкие с откатиками с выносами вот таким хвостом поэтому смотреть на следующей неделе все-таки на продолжение лонговых позиций единственное что вот этот объем смутил но раз торговать его как в шорт я бы стал вот только после этого от уровня 1 20 11 если это подтвердится мы спустимся вниз лучше мы возьмем похуже цене но зато точно будем знать что это все-таки крупный игрок сдержал нас от похода наверх и это будет снижение чем рисковать и выходить вот здесь на понижение до инструмент тренде поэтому против поезда мы не лезем вот когда мы увидим да что этот пояс все-таки развернулся нас удержали объемом несколько дней мы постояли вот теперь можно говорить о том что инструмент пойдет ниже да поэтому еще раз повторюсь пока смотрим на пробитие 120 61 тогда будет продолжение если мы хотим открывать шорта только ниже 1 20 11 это моя рекомендация по евро доллару на сегодня на конец апреля да это все рекомендации которые я хотел вам дать дорогие друзья хочу вам пожелать хороших выходных до прибыльных сделок всего вам доброго до свидания